МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Куда может пойти работать их сын или дочь? Как трудоустроиться после окончания вуза? Где найти работу по полученной специальности? Решением этого вопроса стоит заняться еще тогда, когда ребенок учится в школе. Уже на этом этапе стоит задуматься о выборе того направления подготовки или специальности, которые гарантировали бы успешное трудоустройство. Естественно, со сноской на предпочтение самого будущего абитуриента. Марийский государственный университет постоянно работает над решением этой задачи. Ежегодно появляются новые специальности, направления подготовки и профиля. Это неудивительно, ведь классический университет ведет подготовку специалистов для всех сфер экономики Республики. Одной из областей, где постоянно требуются новые высококвалифицированные кадры, является сегодня медицина. В настоящее время на первом курсе Марго более 90 студентов обучаются по новой специальности лечебное дело. Это стало возможным благодаря поддержке правительства Республики Марий-Эл. Медицинские учреждения нуждаются в специалистах именно с высшим образованием и готовы внести свой вклад в их подготовку. Так что будущие врачи могут быть уверены, что не останутся без работы. В 2014 году Марийский госуниверситет заключил договоры о сотрудничестве с перинатальным центром и госпиталем ветеранов войн. Ну а 3 марта 2015 года состоялось подписание договора о стратегическом партнерстве с Бюро судебно-медицинской экспертизы. Благодаря вот этому стратегическому сотрудничеству, партнерству, будут строиться и уже началось строиться новое здание патологоанатомическое, в котором будет размещаться Бюро судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомическое отделение Республиканской больницы, что будет и создаст более комфортные условия для работы сотрудников Бюро, для занятий студентов, которые изучают в университете лечебное дело. А что касается университета, то занятия студентов, которые учатся по специальности лечебное дело на нашей базе, на базе Бюро судебно-медицинской экспертизы, приведет к углублению их практических знаний, то есть знаний анатомии. Мы и наши специалисты Бюро судебно-медицинской экспертизы помогут в освоении такой специальности, как судебно-медицинская экспертиза, которая нужна всем врачам. Но Маргу не собирается останавливаться на достигнутом. Уже с этого года будет осуществляться прием абитуриентов по специальности фармацевтика. И если после среднего профессионального образования выпускники получают специальность фармацевт, то выпускники Маргу станут уже провизорами. А это более высокий уровень подготовки. Это возможность занимать должности заведующего аптекой, а также работать в фармацевтической промышленности. Заинтересованы в подготовке провизоров и работодателя. Так был подписан договор о сотрудничестве с Ассоциацией фармацевтических предприятий Республики Мариэл. Фармацевтические предприятия заинтересованы в подготовке провизоров, готовы оказывать содействие и координировать работу по актуализации программ обучения для удовлетворения потребностей предприятий. Тесное сотрудничество позволит гарантировать, что будущие провизоры будут соответствовать всем требованиям работодателя. Соглашение, которое мы подписали Мариэльским государственным университетам, университет берет на себя обязательство готовить кадров. Более того, мы как раз здесь, учитывая наши мнения, некоторые изменения в учебной процессе, а мы со своей стороны обязуемся дать возможность проходить, например, практики на базе наших предприятий. После окончания они могут распределиться нашей организацией. То есть человек заранее уже будет знать свое рабочее место. Можем будет это сделать даже до начала учебы. То есть мы с целым направлением можем своих работников отправить в университет учиться. Мы можем платить стипендии, скажем так, заключить договора конкретно с студентами. Я думаю, что будущим трех сторон договора заключатся, что данный студент обучается за наш шот, а в конце учебы потом приходят к нам на работу. Я думаю, что это всем полезно. Институт медицины и естественных наук Маргу – пожалуй, оптимальный выбор для тех абитуриентов, кто хочет принести пользу своей республике, заботиться о здоровье людей, учиться на интересной и, самое главное, востребованной специальности. И фармацевтика – это лишь этап в развитии Института медицины. Новые направления в ближайшие несколько лет будут открываться в Маргу ежегодно. Это все идет в развитии той стратегии, которая была обозначена главой республики и по его инициативе был открыт медицинский факультет в Марийском государственном университете. И лечебное дело, та специальность, которая была открыта, то направление подготовки, которое было открыто в прошлом году. В этом году мы открыли специальность фармации. И на следующий год мы планируем открыть направление подготовки стоматология. Еще через год – акушерство, гинекология, и еще через год – это будет педиатрия. И тем самым мы замкнем цикл подготовки высококолифицированных кадров в области медицины для нужной республики. Увеличьте ваши продажи. Обеспечьте рост ваших доходов. Привлеките внимание к вашему бизнесу. Мы знаем, как это сделать. Реклама на радио и телевидении. ТВ и радио на Патриаршей. Реклама прозвучит именно тогда, когда это необходимо. Каждая рекламная кампания разрабатывается индивидуально. И мы гарантируем эффективность рекламы. ТВ и радио на Патриаршей снижает цены на производство и размещение рекламы. Убедитесь лично. 42-28-28. Реклама на радио и телевидении. 42-28-28. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин